Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как я делаю тесто на майонезе. Это универсальное тесто, особенно для тех, кто любит выпечку и не хочет поправиться. Рецепт очень и очень простой. Мне кажется, что проще не бывает. Значит, по рецепту один к одному. Баночка майонеза и стакан воды. То есть 200 на 200. Я буду готовить из того, что у меня осталось. В принципе, это очень-очень старый рецепт. И все пирожки, которые я выпекаю по этому рецепту, я назвала Тамара. Потому что это рецепт от Тамары. Когда-то я была очень-очень молодая девочка, женщина. Была на кустах усовершенствования, и там была Тамара, которая поделилась, конечно, не только со мной, но и со всеми молодыми женщинами этим замечательным рецептом. Вот с тех пор я ее готовлю, делаю это тесто, выпекаю пирожки и всегда ее вспоминаю. Это кажется не злым-то их словом. Очень по-хорошему я ее вспоминаю. Значит, я взяла майонез. Теперь беру обычную воду с крана комнатной температуры. Никакой соли, никаких дрожжей, никакого сахара. Больше здесь ничего нет. Можно жарить, можно выпекать, можно даже варить. Пирожки на этом используя это тесто. Теперь сколько муки? Муки столько, сколько возьмет, чтобы тесто не было ни густым, ну и ни жидким, как на блины. А такое я вам сейчас буду замешивать и показывать. Вы все это увидите. Рецепт, я говорю, очень и очень простой. И любая девочка сможет с этим справиться. И любая женщина, работающая, когда нужно быстро, просто. Но особенно для женщин. Мукой я постепенно подспариваю, когда она будет в состоянии более густом, я буду вымешивать руками. Вымешивается не очень долго. Вообще не просто вот такой быстрый замес, это на скорую-скорую руку. А почему я говорю, что эти пирожки больше подходят женщинам? Ну, я, допустим, люблю очень яблоки, да? Именно пирожки такие с яблоками. Но если сделать из нормального теста, да еще из дрожжевого, ну, вы представляете, что это будет? Что это будет со мной. Ни одни двери меня, я не войду ни в одни двери. Поэтому, конечно, вот такое тесто, для меня то, что надо. Творог, яблоки. Но здесь фарш подойдет любой, какой вы только хотите. И капуста, и мясо, то есть и овощи, и фрукты, и все, что вы хотите. Все подойдет и для мужчин, и для женщин. Раскатывается это тесто очень и очень тонко. Оно как прямо такое вот живое, красивое. В принципе, уже вот замеси. Я его замесила, больше не надо. Но я уже эту муку, конечно, всю заберу. Вот, а затем что я делаю? А затем я беру пакетик. Вот такой вот пакетик беру. И вот этот пакетик, это тесто и сейчас положу. А затем, а затем положу в холодильник. Вначале я кладу вот это тесто, такое живое, приятное, мягкое тесто, которое к рукам не липнет. Вот. И кладу в пакетик. А потом в холодильник. В холодильник на один час. Прошел час, я вынимаю тесто с холодильника. Видите, оно такое жирноватенькое становится. Как жирок покажет. Такое приятное тесто. Я отрежу кусочек, покажу, как тонко оно раскатывается. Даже не отрежу, может так вот оторвать. Такой вот небольшой кусочек. Посыпаю мукой, естественно. Раскатывается оно очень-очень тонко. Можно раскатать. Не нужно никакой там пакет нам. Потом ничего не надо. Вот так на доске раскатывается очень тонко. Можно раскатать до толщины папиросной бумаги. Я так потихоньку раскатаю. Даже немножко большой взяла кусочек, потому что места у меня мало. А раскатать можно довольно-довольно таким тонко. Видите, я уже немного раскатала, но это не предел. У меня просто маленькая досточка. Но для того, чтобы вы видели, насколько это тесто тонкое, его еще тоньше можно раскатать. Я положу свою шпаргалку, и я думаю, вы сможете ее прочесть. Видите, насколько тонкое и хорошее тесто. То есть фарша можно положить очень много. Тех же яблок, того же мяса. А теста практически нет. Это мой любимый рецепт теста. Улыбайтесь, освещая всех улыбками. Ошибайтесь. Веселее жить с ошибками. Не пугайтесь. В жизни всякое случается. Не сдавайтесь, все не сразу получается.